Здравствуйте, друзья! Рад всех приветствовать! Сегодня 27 ноября на календаре. Меня зовут Алексей Печи и мы традиционно подводим с вами итоги уходящего дня. О чем мы сегодня поговорим? Традиционно, несколько тем для обсуждения, обсудим с вами ту новость, которая говорит о том, что в ближайшие дни, в ближайшие недели начнется совсем новая обстановка на фронте, и начнется активизация боевых операций, причем, скорее всего, как с нашей стороны, так и со стороны противника, потому что они сейчас пытаются подтянуть побольше своих сил на донецкое направление. Обсудим с вами тему того, что якобы то, что культивируется некоторыми западными СМИ уже несколько дней, о том, что, значит, запасы оружия в странах НАТО вдруг начали истекать, и, мол, вот совсем скоро нечего будет передавать Украине. Вот сразу сделаю спойлер, это вообще не так. Но, тем не менее, об этом тоже нужно поговорить. Вот. Обсудим с вами еще историю вокруг Запорожской атомной электростанции, потому что у нас есть некоторые слухи, давайте это так назовем, а по поводу того, что расисты там пакуют потихонечку чемоданы и готовы все-таки сделать так называемый жест доброй воли. Обсудим с вами еще ситуацию с российской нефтью, потому что вот уже совсем скоро начинает действовать эмбарго на российскую нефть в Европейском Союзе. А сейчас уже вот последние дни остались до оглашения финального вердикта по максимально ограниченной цене для российской нефти. Ну и еще одна новость. Сегодня Минфин США наконец-то выдал лицензию компании Chevron на увеличение добычи и экспорта нефти из Венесуэлы. То есть в долгосрочной перспективе Венесуэла заходит на нефтяной рынок и начинает в том числе вытеснять Россию. То есть там с нефтью большие проблемы предвидятся для Кремля. Вот это все с вами обсудим. Ну и коротко пройдемся по тем протестам, которые происходят в Китае, потому что тоже интересная ситуация. Там, по-моему, Си Цзиньпин, как говорится, заигрался в политику нулевого ковида и это уже начало вылазить боком. Но прежде чем начнем, я вас традиционно попрошу поставьте, пожалуйста, лайк этому стриму. Вот уже вижу, что присоединилось 300 зрителей и 102 лайка поставили. Давайте начнем так коротко. Пройдемся по протестам в Китае. Я не хочу слишком много времени на это тратить, но, тем не менее, тут проговорить кое-что нужно. Китай сейчас действительно накрыла волна протестов против ковидных ограничений. Протесты вспыхнули в субботу и продолжились сегодня, но здесь есть интересная деталь, которой очень сильно боится власть Си Цзиньпина. Потому что протесты проходят в университетских городках, в Шанхае, в Пекине. И люди начали высказывать настолько протест большой в плане риторики, что это вообще считается в Китае неприемлемым. А на самом деле такие протесты в Китае это еще и такое невероятное просто проявление неповиновения вот этой политике, которую вел Си Цзиньпин, которая называется политика нулевого ковида. На самом деле китайцы протестуют не столько против вот именно ковидных ограничений, ну как таковых, вот как процесса борьбы с ковидом, сколько против их абсурда, потому что власти Китая, по сути, закрывают людей по домам и не выпускают. Вот без преувеличения. А те ковидные ограничения, которые были у нас, ну поверьте, это были цветочки. Потому что накануне в городе Урумчи, это провинция Сидзян, в одном из домов вспыхнул пожар, в результате которого погибли 10 человек и 9 получили ранения. И как раз вот этот пожар и стал катализатором для тех протестов, которые сейчас в Китае. Потому что, как оказалось, позже появилось видео, на котором четко видно, что вокруг дома были выставлены карантинные заграждения. И когда пожарные подъехали тушить это здание, они просто не могли через эти ковидные ограждения добраться до дома. И, соответственно, дом просто пылал с людьми внутри. И, соответственно, эта трагедия вызвала большое негодование среди китайцев. Мол, ну это уже абсурдно, когда здания, кварталы, предприятия просто с заграждениями окружают, для того, чтобы люди оттуда не выходили, если там произошла вспышка ковида. Кроме того, в десятках просто университетских городков студенты тоже проводят собрания, там расклеивают плакаты. И все это вокруг как раз-таки вот этой трагедии в Синьцзяне с этим сгоревшим домом. В нескольких городах жители закрытых таких же районов просто сносят эти ограждения, выходят на улицы. То есть китайцы протестуют против самих методов вот этой борьбы с ковидом. И, ну, без преувеличения, просто берут, и кварталы, дома просто закрывают, и все. А был еще один эпизод, который тоже возмутил китайцев. 58-летнему дедушке отказали оказывать помощь в больнице, потому что она была обустроена для того, чтобы принимать ковидных больных. Ну, казалось бы, ничего такого в этом нету, но весь абсурд ситуации оказался в том, что когда дедушку привезли в эту больницу, она была пуста. То есть как бы ковидных больных там не было. Больницу просто зарезервировали на всякий случай. И гнев привел, ну, просто-таки к поразительным актам неповиновения даже в финансовом центре Китая, в Шанхае, где тоже люди устали, значит, сидеть в карантине. И там начались такие заварушки в центре города, опять-таки столкновения с полицией, разносили эти заграждения и даже призывали Си Цзиньпина и коммунистическую партию уйти в отставку. А вот, мол, говорили, нам надоела диктатура, давайте нам демократию. Сегодня в Шанхае, по крайней мере, там начались задержания протестующих полицией за неповиновение этой политики нулевого ковида. Но, что еще более, как бы, политически опасно для Си Цзиньпина, это то, что протесты начали вспыхивать в университетских городках, которые, вот, особенно политически чувствительны для коммунистической партии Китая, учитывая историю студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. То есть это страница истории, которую все китайцы прекрасно помнят. И, соответственно, когда студенты начинают устраивать протесты, ну, как бы, в китайской власти немножко напрягаются. И вот у студентов лозунг был такой достаточно радикальный, процитирую, они прям плакаты такие вывешивали. «Откройте глаза и посмотрите на мир. Динамичный нулевой ковид — это ложь». Вот. Ну и сейчас известно, что протесты потрясли кварталы, по крайней мере, в городах Пекин, Гуанчжоу, Ухань, Ланчжоу и так далее. То есть это достаточно крупные города, где люди выходят на улицы, несмотря на то, что их там полиция пытается разгонять, мол, ковид и так далее. И сейчас в Китае все больше и больше начинают ломать эти заграждения, игнорировать все ковидные ограничения и выходить на улицы. Это уже приводит к тому, что некоторые провинции начали немножко ослаблять карантинные ограничения и, по сути, похоже на то, что политика нулевого ковида, которая и так уже принесла большие убытки Китаю, она может сойти на нет. А почему эта политика принесла убытки? Потому что, ну, банальный пример, если на каком-то предприятии появляется хотя бы один заболевший на ковид, это предприятие просто берут и изолируют. И работать адекватно оно уже не может. Поэтому вот такая ситуация с этими ковидными протестами в Китае. Я просто вот решил обрисовать эту ситуацию и акцентировать внимание на том, почему конкретно люди вышли сейчас на улицы в Китае. Вот. Теперь давайте перейдем к тому, что ближе к нам, как говорится. Итак, обсудим с вами активизацию боевых действий, которая прогнозирует вот уже на ближайшей неделе. Обсудим новую волну мобилизации на России. Обсудим с вами борьбу с Пригожиным, потому что там начали понимать, что какой-то он опасный становится. Ну и обсудим тему, которая раскручивается западными СМИ, о том, что якобы в НАТО иссякают запасы оружия, которые они готовы передавать Украине. Итак, аналитики уверяют, что уже в ближайшие недели на фронте вырастет общий темп военных операций вооруженных сил Украины. Ну, это связано прежде всего с погодой. А вот для России зима не станет оружием, как на то надеется Путин. Генсек НАТО Йенс Толтенберг уверен, что в случае усиления помощи Украине, план Путина заморозить украинцев окончательно провалится. А вместе с тем, Кремль, по данным Генштаба ВСУ, уже в начале декабря планирует начать новую волну скрытой мобилизации, причем как на России, так и на территориях оккупированных в Украине. И здесь есть интересная деталь. Похоже, что в Кремле начали так настороженно воспринимать вот это увеличение влияния главаря боевиков Евгения Пригожина, а потому дали задание одному из соратников Януковича сформировать еще одну частную военную кампанию на оккупированных территориях Украины. Но есть, на первый взгляд, и несколько неутешительные новости, потому что, по данным Нью-Йорк Таймс, запасы оружия, которые страны НАТО готовы передать Украине, сильно исчерпываются, и сейчас Альянс срочно ищет пути производства боеприпасов для нужд ВСУ. Но уверенность наших партнеров в нашей победе, она тут внушает оптимизм. Почему? Потому что уже завтра состоится первая вообще в истории встреча министров юстиции стран Большой Семерки, которые будут обсуждать один единственный вопрос. Это наказание военных преступников России. Поэтому подробнее о ситуации на фронте и о прогнозах относительно зимней кампании на линии фронта мы с вами дальше и поговорим. Итак, начнем с ситуации на фронте, потому что там есть определенные изменения, несмотря на то, что в последние дни интенсивность боевых действий из-за погоды, ну, она несколько снизилась. Проговорим с вами, вот, скажем так, сделаем короткий итог, наверное, недельных событий на фронте. В Луганской области, по крайней мере, вот за минувшие сутки, расисты продолжали оборону по линии Сватова-Крименная от контрнаступления украинских войск. В частности, в генштабе ВСУ сообщили, что российские войска ведут активную оборону к северо-западу от Сватового, в направлении Купенска, это вот Харьковской области, и к западу от Крименной в направлении Лимана. Вот эти две таких точки, где они пытаются обороняться. На этих направлениях, несмотря на переброску российских сил из Херсона, все равно сохраняется достаточно большая концентрация именно мобилизованных россиян, которые до сих пор не могут пройти согласование, да, отработку с теми российскими войсками, которые удалось им вывезти с правого берега Днепра. И вот глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что украинские войска продолжают добиваться успехов вокруг Сватового и Крименной, но здесь нужно добавить, что ситуация в Луганской области все-таки крайне напряженная, потому что расисты постоянно обстреливают наши позиции из артиллерии, ну а потом по классике пытаются штурмовать уже пехоты. А вот, к счастью, наши защитники все-таки атаки отбивают, и мы потом видим в сводках, например, за предыдущие сутки, плюс 600 уничтоженных расистов. Но постоянный артиллерийский огонь со стороны расистов, он приводит, по сути, к стиранию с лица земли целых населенных пунктов. Гайдай говорит, что в Белогоровке уже нет ни одного уцелевшего дома. В Макеевке тоже обстреливаются все дома, поэтому проживать в них просто опасно. В Невском половина домов разрушена полностью, вторая половина постоянно обстреливается. Вот, соответственно, ситуация в Луганской области напряженная, но контролируемая. То есть, ВСУ там не дают прорываться расистам ни по одному из направлений, а в то же время потихонечку-потихонечку как бы их начинают выжимать, скажем так. Что касается Донецкой области, то российские войска продолжают наступательные действия вокруг Бахмута. И в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы, уже несколько этих штурмов возле Бахмута, в районе Опытного, Солидара, Бахмутского и Яковлевки. Пока на этом направлении сохраняются просто адские бои. Россияне пытаются сейчас, ну, в силу того, что добиться реального успеха не получается, они пытаются хоть какие-то типа эпизодические победы, ну, выставить какие-то глобальные. В частности, они вот накануне заявили о том, что якобы они уже полностью контролируют опытное. Но на самом деле это не так, и подтверждений этому, конечно же, нет. А сейчас в вооруженных силах Украины признают, что погода замедляет. Операции рашистов в районе Бахмута, ну, из-за вот этой образовавшейся грязи в силу погодных условий. Но ожесточенные бои в окрестностях Бахмута все-таки не утихают. Кроме того, российские войска пытаются продвинуться еще и по линии Авдеевка-Донецк. И в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили. Вот накануне наступление россиян в 23 километрах юго-западнее Авдеевки, в районе Первомайского, Красногоровки и Невельского. А на западе Донецкой области рашисты строят именно оборонительные сооружения. И вот здесь есть интересный эпизод. Как бы его можно объединить, наверное, что касается и Донецкой области, и Беларуси. Как бы это ни звучало. Дело в том, что по данным Генштаба ВСУ, сейчас рашисты все-таки приняли решение выводить большую часть своих мобилизованных из территории Беларуси для того, чтобы перебрасывать их именно на восток Украины. То есть все-таки сейчас оправдывается вот та информация о том, что рашисты перебрасывали мобиков в Беларусь для того, чтобы они там на полигонах проходили слаживание, обучение. И теперь они их будут потихонечку оттуда выводить и перебрасывать на восточное направление. Почему так? Мы сейчас еще к этому с вами перейдем. Почему именно сейчас? Но здесь как бы можно немножечко выдохнуть. В Беларуси они все-таки не могут сформировать какую-то достаточную группировку для нападения именно с севера. И, соответственно, она еще и меньше в ближайшее время там станет. Но, опять-таки, никто не отменяет ракетные авиационные удары с территории Беларуси. Кроме того, еще по поводу Донецкой области, сейчас напряженная обстановка в районе Павловки и Углидара. Там тоже продолжаются тяжелые бои, но существенного движения фронта как бы тоже не фиксируется. И вот британская разведка в очередной раз подчеркивает, что россиянам вряд ли удастся достичь на этом направлении какого-то оперативного прорыва. А единственное, чего они там достигают, это сотни убитых и раненых. И вот в последней сводке британской разведки говорится, что последние две недели в районе Павловки и Углидара продолжаются интенсивные бои, но линия фронта фактически не двигается. И Россия, и Украина стянули туда значительные силы. Но в то же время известно о тяжелых потерях среди российских морпехов за этот период. Но Кремль все равно будет продолжать биться лбом об это направление. Почему? Потому что по политическим соображениям Кремль продолжает мечтать захватить всю Донецкую область. Тут процитирую вам сводку британской разведки. Бои на этом участке будут оставаться ожесточенными. Отчасти потому, что Россия считает, что эта территория может стать стартовым плацдармом для будущего большого наступления на север, чтобы захватить остальную часть контролируемой Украиной Донецкой области. Однако России вряд ли удастся сконцентрировать достаточное количество сил для совершения оперативного прорыва. Поэтому они сейчас из территории Беларуси и пытаются какую-то часть оттянуть, чтобы бросить на Донецкое направление. Вот. Ну, это как бы ответ на вопрос, может ли Россия сформировать достаточную группировку сил в Беларуси для того, чтобы наступать повторно с наших северных границ. На востоке Запорожской области расисты сейчас тоже продолжают укреплять оборонительные рубежи. Вместе с тем, по данным Генштаба ВСУ, расисты продолжают наносить удары из артиллерии и авиации вдоль админграницы двух областей – Донецкой и Запорожской. Точно так же расисты продолжают возведение укреплений на левом берегу Днепра на Херсонщине. Известно, что российские войска укрепляют свои позиции уже поближе к Крыму. Но здесь есть и такая тревожная информация, потому что в Институте изучения войны сообщают, что прямо сейчас российские войска перемещают свои реактивные системы залпового огня и системы С-300 поближе к Херсону. Для того, чтобы, скорее всего, увеличивать темпы ракетных и зенитно-ракетных ударов по правобережью Херсонщины уже в ближайшие дни. То есть вот они будут все-таки пытаться обстреливать правобережье. И в генштабе ВСУ сообщили, что на этой неделе расисты обстреливали уже Херсон, Антоновку, Чернобаевку и Береслав. Все это находится на правом берегу Днепра. Поэтому те, кто сейчас на правобережье Херсонщины, ну, конечно, берегите себя и не игнорируйте угрозы. И, ну, на самом деле, вот в таких обстрелах правобережья Херсонщины в очередной раз раскрывается вообще вся сущность рашизма. А когда россияне не в состоянии воевать против ВСУ, они начинают кошмарить мирное население. Почему так? Потому что известно, что наши героические энергетики уже начали возобновление энергоснабжения в Херсон. И в отдельных домах уже появляется свет. По данным вот на сегодня уже чуть больше 20% домов в Херсоне подключаются к электроснабжению. Появляется уже свет потихоньку. Но сегодня утром российские захватчики начали бить по позициям линии электропередач. Ну, то есть начали бить по линиям электропередач, которые как раз и запитывают Херсон. Об этом сообщил сегодня глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Но сразу же добавил, что наши энергетики просто титаны. Я вам приведу цитату Янушевича, и вы поймете, почему наши энергетики титаны. Цитата. Электросети, поврежденные российскими обстрелами, отремонтированы менее чем за полчаса. Вернули свет в дома Херсонцев, которых вчера подключили к сети. К тому же подали напряжение по высоковольтным линиям на 150 кВт. Специалисты работают, чтобы вернуть свет во все дома Херсонцев. Но, здесь нужно понимать, что титаны не только энергетики, но еще и наши бойцы вооруженных сил. Потому что они не оставляют, конечно же, таких обстрелов без ответа. Украинские войска сейчас продолжают наносить удары по сосредоточению российских войск в тыловых районах на левом берегу Херсонщины. И вот в гвинштабе ВСУ сообщили, что украинские войска нанесли удары по складу боеприпасов в Мелитополе и по двум складам в Васильевском районе. А также накануне ВСУ еще и на этой неделе нанесли удары по скоплению врага в Чаплынке и в Скадовске. То есть это, как бы вы понимаете, мягко говоря, далековато от реки Днепр. Вместе с тем в Институте изучения войны заявляют, что общий темп операций вдоль линии фронта замедлился в последние дни из-за ухудшения походных условий. В первую очередь это касается критически важных прифронтовых районов и на востоке, и на юге Украины, включая Сватова, Бахмут и Углидара. То есть да, немножечко замедлилось, не стихли боевые действия, но они замедлились, понятное дело, из-за грязи. Но аналитики допускают, что темп операции с обеих сторон вырастет, начиная со следующих нескольких недель, поскольку температура падает, земля промерзает по всей территории боевых действий, что создает все предпосылки для наступления. Но здесь аналитики не берутся утверждать, что вот точно обе стороны обязательно этим воспользуются. Приведут стату Института изучения войны. Прогнозируется снижение температуры по всей территории Украины в течение следующей недели, что, вероятно, повлечет замерзание на земле и ускорит темп боевых действий, поскольку увеличится мобильность для обеих сторон. Температура в районах на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватова-Кременная, опустится до суточных максимумов, близких к нулю, между 28 ноября и 4 декабря. Вероятно, земле понадобятся несколько дней постоянной температуры замерзания, чтобы утвердиться, что означает, что одноземные условия, вероятно, будут созданы для увеличения темпов операций по всей территории Украины в течение выходных 3-4 декабря и на следующей неделе. Непонятно, активно ли планируется или готовится любая сторона возобновить крупные наступательные или контрнаступательные операции в то время, но метеорологические факторы, препятствовавшие таким операциям, начинают исчезать. Здесь вот как раз еще раз повторюсь, что да, по данным Генштаба ВСО, расисты с территории Беларуси пытаются переправлять сейчас этих своих вояк на конкретно донецкое направление. Поэтому здесь, с одной стороны, можно предположить, что они там будут наступать, но они будут продолжать биться лбом, но, по мнению военных экспертов, они все-таки тянут туда дополнительные силы, понимая, что ВСУ тоже не будут стоять просто на месте. Не исключено, что может быть продвижение вперед. Но, знаете, судя по неожиданным шагам от ВСУ во время прошлых операций, расистам тут точно не позавидуешь, и ждать от наших бойцов можно чего угодно в плане наступления, в хорошем смысле этого слова. Почему так? Накануне в издании «Нью-Йорк Таймс» раскрыли детали освобождения острова Змеиный и уничтожения российского фрегата «Москва». Ну, вспомните, тогда никто не мог понять, как именно ВСУ атаковали расистов в Черном море, ведь официально у наших защитников якобы не было такого оружия, которое способно на такое расстояние добить. Но наши защитники оказались достаточно адаптивными и, что важно, сообразительными, потому что использовали против врага то западное оружие, которое на Западе, ну, наверное, не решились бы использовать и искали бы какие-то другие методы. Приведу цитату из статьи «Нью-Йорк Таймс», поймете, о чем речь. Украина оказалась адаптивной. Ее силы известны в НАТО как «Армия Макгавера», ссылающаяся на старый телевизионный сериал, в котором герой изобретательный и импровизирует со всем, что попадается ему под руку. Для обстрела российских позиций на острове Змеиный украинцы установили французские Сау-Цезарь с 40-километровым радиусом действия на барже и отбуксировали их на 10 километров, чтобы поразить остров, находящийся в 50 километрах. Это поразило французов. Украина также утопила Москву, флагман российского Черноморского флота, собственными адаптированными ракетами и создала беспилотники, которые могут атаковать корабли в море. Впрочем, знаете, у этой статьи New York Times есть и несколько такой горький привкус, потому что речь идет о том, что нашим военным приходится быть адаптивными, потому что наши партнеры не всегда спешат передавать Украине более мощное оружие. Вместе с тем, издание отмечает, что Запад после развала Советского Союза начал довольно халатно относиться к вопросам безопасности, часто сокращали свои армии, никто не верил в то, что, возможно, какая-то масштабная война. Ну, яркий пример – это Германия, для которой вопрос передачи Украине оружия стал, наверное, самым болезненным среди всех стран НАТО. И вот теперь аналитики издания New York Times пишут, что из 30 стран-членов НАТО уже 20 исчерпали запасы вооружений, которые могли бы поставлять Украине. Но, на самом деле, это такой, я бы, наверное, сказал, преждевременная паника, а если быть корректным, то такой преждевременный звоночек о будущих вероятных проблемах. Почему? Потому что, вот да, звучит очень угрожающе – из 30 стран 20 уже нечего поставлять. Но вот вся штука в том, что в эти 20 стран не входят, например, США, Франция, Германия и те же Нидерланды. Но эти страны тоже как бы хватаются за голову, понимая масштабы войны, с которой столкнулась Украина. На сегодняшний день, вот за последние 9 месяцев, в целом, страны НАТО предоставили Украине оружие на сумму около 40 миллиардов долларов. А это, на секундочку, примерно равно годовому оборонному бюджету Франции. Кроме того, издание пишет, что только Франция передала Украине 18 гаубиц Цезарь, а это примерно 20% вообще всей французской артиллерии. Но генсиек НАТО, Йенс Толтенберг, на этой неделе призвал страны Альянса нарастить производство оружия для передачи Украине, а поскольку НАТО, как он говорит, да, действительно исчерпало там какие-то запасы боеприпасов. Значит, он заявил, что таким образом каждая страна могла бы к 2024 году увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Хотя я напомню, что вообще-то устав НАТО изначально это предусматривает. В принципе, по правилам НАТО, каждая страна должна была бы уже и на сегодня 2% ВВП выделять на оборону. В общем, на сегодняшний день партнеры частично справляются, в принципе, с вопросом обеспечения украинской армии, но дальше они как бы планируют наращивать производство современных боеприпасов. Почему? Потому что они шокированы масштабами войны, с которой ни одна из стран НАТО объективно не сталкивалась со времен Второй мировой войны. Вот я вам приведу еще одну цитату из статьи New York Times. Здесь как раз такое очень адекватное сравнение, и вот это сравнение нужно всем на Западе, кто там еще, возможно, где-то что-то сомневается, просто вот повторять по несколько раз. Цитата. По словам представителей НАТО, количество использованной артиллерии впечатляет. В Афганистане силы НАТО, возможно, делали бы даже 300 артиллерийских залпов в день и не имели бы реальных опасений противовоздушной обороны. Но Украина может выстреливать тысячи снарядов каждый день и все еще отчаянно нуждается в противовоздушной защите от российских ракет и беспилотников иранского производства. День в Украине – это месяц или даже больше в Афганистане, сказал Камиль Грант, эксперт по обороне Европейского совета по международным отношениям и до недавнего времени помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям. Вот. Поэтому в НАТО признают, да, что, ну, слушайте, столкнулись с достаточно масштабной войной и нужно эти вопросы вместе решать. Но здесь я сделаю одну ремарку очень важную. Когда мы говорим о том, что у НАТО заканчиваются запасы вооружения, которые они готовы передавать Украине, мы должны понимать, что, во-первых, запасы старого вооружения, а, например, там, та же Польша передавала Украине, ну, не новые танки Т-72, все-таки это из старых запасов. А этих запасов еще много. Вопрос их расконсервировать, отремонтировать и так далее. Когда западные СМИ начинают говорить о том, что вот есть дефицит боеприпасов, то в первую очередь речь идет о, например, снарядах 155 мм. Потому что, да, действительно, это более современные, и понятное дело, что там каждая страна в каком-то количестве для себя их вырабатывала и на экспорт, и не более того. То есть запасов этих современных снарядов их не так и много. Это действительно так. Но сейчас, и Столтенберг об этом говорил уже, наверное, неделю или две назад, они как раз запускают просто на полной мощности производство тех самых снарядов 155 мм. Вот. Соответственно, да, это действительно, этих снарядов не так и много, и, возможно, действительно с ними уже есть дефицит, но, опять-таки, это не значит, что все, они закончились, и дальше, мол, не будет. Нет, будут. Кроме того, накануне генсек НАТО, Йенс Столтенберг, сделал такое интересное заявление, что на самом-то деле вот те ЗРК «Патриот», которые Германия предложила Польше, а Польша предложила передать их Украине, но это ведь не наступательное оружие. А значит, оно даже гипотетически не может создать какую-то эскалацию, которую до сих пор боятся в Берлине. Но, несмотря на все сложности, НАТО все-таки настроены решительно продолжать помощь Украине. А значит, как вот заявляет Столтенберг, стратегия Путина, которая заключается в попытке заморозить украинцев, не сработает. Он говорит, что та же Германия сейчас очень сильно напряжется и уже напрягается в плане запуска производства тех же снарядов. И, соответственно, никто не позволит Путину действительно прям заморозить своими ракетными атаками Украину. Вместе с тем, Россия все-таки надеется на то, что она может победить в войне, используя огромное количество пушечного мяса. Дело в том, что по имеющейся информации от Генштаба ВСУ, в России и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению уже с 10 декабря очередной волны скрытой мобилизации. То есть расисты пытаются еще больше собрать пушечного мяса. Но тут есть еще одна интересная деталь, которая касается формирования вот этих расистских военных группировок. Дело в том, что по данным аналитиков Института изучения войны, в Кремле начали понимать опасность влияния предводителя вот этого боевиков Вагнера Евгения Пригожина, а потому пытаются ослабить его роль в войне против Украины. А в частности, российские официальные лица сейчас пытаются максимально содействовать созданию и укреплению параллельных военных структур Кадырова и Саркисяна. То есть Кремль готов вкладываться в развитие ЧВК именно Кадырова и Саркисяна. А для того, чтобы отобрать у Пригожина монополию в вопросе владения ЧВК. Здесь есть интересная деталь. Дело в том, что российские чиновники назначили вот этого прокремлевского так называемого бизнесмена Армена Саркисяна новым администратором тюрем на оккупированных территориях Украины. И Саркисян хочет, по примеру Пригожина, по сути, из зэков собрать ту самую ЧВК. А вся соль в том, что Саркисян напрямую связан с президентом-беглецом Виктором Януковичем. Но, в конце концов, даже многочисленные ЧВК точно Кремлю не сильно помогают, потому что сегодня президент энергоатома Петр Котин впервые вообще заявил, что сейчас они наблюдают признаки того, что российские захватчики все-таки готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию, приведут стату Котина. В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что оккупанты, возможно, собираются покинуть Запорожскую АЭС. Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что Запорожскую АЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее следует передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете ли, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут там найти. Конечно, пока рано говорить, что российские военные уже уезжают из АЭС, но можно сказать, что они готовятся к этому. Но вот эти возможные шаги россиян, они имеют более широкое значение. Дело в том, что расисты планировали использовать Запорожскую АЭС как ядерный шантаж. Они очень сильно хотели переключить работу станции для питания Крыма. А в конце концов, они очень сильно надеялись, что именно Запорожская АЭС будет сдерживать украинских защитников от контрнаступления на юге нашей страны. Но, по факту, ничего из этого не сработало. И теперь Запорожская АЭС вместо крепости для расистов может стать для них ловушкой. Почему так? Потому что очевидно, что ВСУ будут освобождать юг Украины точно не через Энергодар и не через территорию Запорожской атомной электростанции. В СУ будут заходить, скажем так, правее. Вот если мы смотрим на карту, немножечко правее спускаться. А география местности говорит нам о том, что расисты просто окажутся в ловушке на территории Запорожской АЭС. Поэтому сейчас они как раз и ищут повод для того, чтобы представить это как жест доброй воли. А потому что мы понимаем, что если они уходят с Запорожской АЭС, они по факту уходят из Энергодара. А если они уходят с этих территорий, я почему-то не думаю, что территории эти будут пустыми. Соответственно, там очень быстро может появиться ВСУ. Ну а как они в Энергодаре появятся, так они и дальше начнут продвигаться. Поэтому сейчас они могут пытаться обыграть все так, что вот они передают территорию Запорожской АЭС и прилегающие территории под контроль МАГАТЭ, ну а дальше уже под контроль Киева. Вот, поэтому ждем бегства россиян из нашей Запорожской АЭС. Ну и кстати, в конечной победе Украины, уверены в Большой Семерке, дело в том, что уже завтра, 28 ноября, состоится первая в истории встреча министров юстиции стран G7. А в таком формате они ни разу вообще еще не собирались со дня основания. И основной темой этой встречи станет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных россиян к ответственности. Об этом сообщил министр юстиции Германии Марко Бушман. И он заявил, что как раз в ходе этой встречи министров юстиции G7 будет выработан механизм координации в международном расследовании всех российских военных преступлений. А это, скажем так, один из этапов к созданию международного трибунала. И вот если вы немножко вспомните, что произошло у нас раньше, то вы поймете, что это опять-таки взаимосвязанные вещи. А немножко раньше у нас в ООН была проголосована резолюция, которая не просто осуждает российскую войну против Украины, но еще и обязывает ее выплачивать нам репарации. И я говорил вам о том, что это как раз юридическая основа для того, чтобы дальше делать последующие шаги. Поэтому, вероятнее всего, вот собрание министров юстиции G7 это как бы следующий шаг в этой всей истории. Вот. Такая она ситуация. Здесь поставлю, как всегда, такое троеточие. И будем следить за развитием ситуации. Так, друзья, 10700 зрителей и 1700 лайков. Кто лайк еще не поставил, поставьте, пожалуйста, лайк этому стриму. Буду вам за это очень сильно благодарен. А у нас еще одна тема, которую я хочу с вами успеть сегодня обсудить. Она такая, опять-таки, она может казаться сложной, ничего сложного, сейчас в ней разберемся. Я ее назвал так, обвал российской нефти, а следовательно, путь к обвалу российской экономики. Значит, западные партнеры готовят целый ряд мер для того, чтобы ударить по прибыли России от продажи нефти. В частности, 5 декабря в ЕС начинает действовать эмбарго на поставку танкерной нефти. Впрочем, Германия настроена уже с января ввести еще и запрет на экспорт трубопроводной российской нефти. Кроме того, страны Большой Семерки готовят план по внедрению пороговой максимальной цены на российское топливо. И Владимир Зеленский уже предлагает сделать это на уровне 30-40 долларов за баррель, что, по сути, является себестоимостью добычи. Параллельно, США наконец-то дали разрешение одной из компаний значительно увеличить добычу нефти в Венесуэле. Но это значит, что может венесуэльская нефть будет вытеснять российскую с мирового рынка. Впрочем, насколько это будет болезненным ударом для России, давайте с вами дальше и поговорим. Чтобы разобрать контекст, начну с сегодняшнего заявления министра обороны Эстонии Ханна Пивкура, который заявил, что нужно быть откровенными по поводу ослабления России войной против Украины. Оно все еще недостаточное. Цитата Ханна Пивкура. Давайте будем честными. Российские военно-морские и военно-воздушные силы более или менее столь же велики, как и до войны. Они еще не критично ослаблены. Российские сухопутные войска действительно понесли значительные потери, но Россия рано или поздно сможет восстановить их и даже выйти на довоенный уровень. У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России уменьшилась. И вот в этом контексте очевидно, что единственное решение, которое не позволило бы России восстанавливать утраченный военный потенциал, это дальнейшее давление на российскую экономику. И в частности, если забрать у России главные источники поступления денег, а именно экспорт газа и нефти, то у Кремля возникнут огромные проблемы с тем самым восстановлением. Потому что именно нефть и газ приносят львиную долю в бюджет России. И вот первый шаг Европейский Союз уже сделал. С 5 декабря начинает действовать эмбарго на поставку российской танкерной нефти в страны Европы. А это 51% рынка для России. И хотя до вступления в силу этого эмбарго у нас остается еще чуть-чуть больше недели, по данным Bloomberg, Россия уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах Евросоюза, которые всегда были основой поставок с балтийских и арктических терминалов России. Здесь некоторые цифры приведу. Значит, по данным Bloomberg, за 4 недели, до 18 ноября, Россия отгружала всего 95 тысяч баррелей в день в Роттердаме. Но в начале февраля, то есть до вторжения России в Украину, в эти же порты региона Россия отгружала более 1,2 миллиона баррелей в день. То есть объемы упали уже на более чем 12 раз. При этом нужно понимать, что там Литва, Франция, Германия, Польша, они отказались от российской нефти намного раньше. Соответственно, Россия как бы пытается продавать эту нефть в страны Азии, но все равно покрыть полностью те объемы, которые были, она не может. Да, сейчас такие страны, как Индия, пытаются скупить как можно больше российской нефти, потому что таким образом они пытаются ею запастись. Почему запастись? Объясню. Все дело в том, что западное эмбарго на поставку российской нефти, оно предполагает еще и запрет западным страховым, финансовым и транспортным компаниям сотрудничать с перевозчиками, которые загружаются российской нефтью выше пороговой цены, о которой мы с вами поговорим чуть позже. Но США и Великобритания, они ввели такой льготный период, который эмбарго должно начать действовать с 5 декабря, и граничная максимальная цена, но они делают льготный период до 19 января, мол, те, кто загрузится до 5 декабря, вот чтобы они успели за этот месяц вот довести все эти объемы и не подпасть под санкции. Соответственно, Индия пытается таким образом до 5 декабря максимально закупиться, ну а потом уже схлопнуть всю эту историю. В конце концов, ну все равно становится очевидно, что в ближайшее время купить российскую нефть и не нарваться на западные ограничения будет очень и очень сложно. Но, например, Германия решила пойти еще дальше. А канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть с 1 января, перестав снабжать ее трубопроводом «Дружба». То есть это фактический отказ еще и от трубопроводной российской нефти. И вот издание «Вэлт» пишет, что два крупных нефтеперерабатывающих завода Германии, они до сих пор как бы пользуются российской нефтью, но федеральное правительство уже запланировало прекратить поставки российской нефти с 1 января и уже прорабатывают резервные планы, в том числе по поставкам нефти через польские порты и через немецкий порт «Росток». Кстати, США наконец-то тоже договорились с Венесуэлой, чтобы активизировать продажу именно венесуэльской нефти, а, соответственно, это позволит несколько вытеснить с рынка российскую. Значит, Министерство финансов США накануне разрешило нефтяному гиганту «Шеврон» добывать и экспортировать нефть из Венесуэлы. Да, в Белом доме говорят, что такое решение, но оно было принято после того, как режим Николаса Мадуро принял решение возобновить переговоры с оппозицией, он, мол, начинает потихонечку в сторону демократии идти, и вот поэтому мы приняли такое решение. Возможно и так, но вот честно, здесь нужно понимать, что решение позволит компании «Шеврон» возобновить поставки нефти из Венесуэлы как раз в преддверии конечного срока, 5 декабря, после которого максимально ужесточаются санкции против российской нефти, что, конечно же, повлияет на нефтяные рынки. Ну, совпадения, как говорится, не думаю. А Венесуэла, я напомню, она владеет одними из самых больших запасов нефти в мире, но из-за санкций она резко сократила свой экспорт, потому что никто не хотел ее покупать, эту нефть. Поэтому, возможно, самое время возвращаться на мировой рынок. Но и это еще не все. Союзники Украины по G7 хотят, как вы знаете, еще и ограничить цену на российскую нефть, то есть выше указанной цены, покупать такую нефть будет нельзя. Но есть проблема. Значит, с приближением вот этого конечного срока, когда они должны установить эту граничную цену, а именно 5 декабря, страны все еще торгуются по поводу того, где же установить тот самый верхний предел. Сейчас европейские дипломаты обсуждают пороговую цену в 65-70 долларов за баррель. Но вот этот диапазон, он противоречив, скажем так, поскольку он близок к текущей рыночной цене российской нефти. Потому что Кремль и так уже продает свою нефть с скидкой. А марка Юрлс, она плюс-минус в этих рамках и торгуется сейчас. Поэтому такая максимальная цена, но она практически и не ударит по России. Да, немножко создаст проблем, но какого-то удара не будет. 65-70 долларов – это плюс-минус та же цена, по которой она и так торгуется. Поэтому накануне Польша и страны Балтии стали настаивать на том, что такая цена – это скорее похоже на уступку России. А значит, ее нужно установить значительно ниже. И вот эту риторику поддержал и президент Зеленский. И приведу его цитату. Сегодня рассматриваемый лимит около 60 долларов, я считаю, что это искусственный лимит. Предложение около 70 долларов за баррель. Более похоже на уступку Москве, поскольку это значительно выше российских затрат на производство. Но я очень благодарен нашим балтийским и польским коллегам за их предложение, достаточно умные, установить этот лагерь на уровне 30 долларов за баррель. Это гораздо лучшая идея. И здесь как раз сейчас и ведутся дискуссии. Либо устанавливать 30-40 долларов за баррель, либо устанавливать все-таки 65-70. Почему? Здесь ключевой вопрос, какая же все-таки будет эта цена. Эксперты сейчас оценивают себестоимость добычи для России одного барреля нефти в среднем от 20 до 50 долларов. То есть вот в этой вилке в зависимости от времени и так далее, и так далее. То есть вилка 20-50. Это себестоимость добычи и транспортировки. Кроме того, российский бюджет уже содержит прогноз, согласно которому в 2023 году Россия готова экспортировать нефть по средней цене в 70 долларов за баррель. То есть вот та цена 65-70, но она укладывается полностью в рамки прогнозов самой же России. Соответственно, именно предложение цены в 30-40 является наиболее болезненным для России, потому что ей в таком случае придется, ну, как бы, возможно, вообще сокращать или останавливать добычу. С другой стороны, на Западе боятся, что установление вот такой низкой цены в 30-40 долларов за баррель может усугубить глобальный энергетический кризис. Почему? Потому что Россия начнет мстить. И если Россия вот вообще, знаете, всем назло, и себе, и людям, возьмет и перестанет вообще экспортировать нефть вот на западный рынок. Соответственно, это создает некоторый дефицит, и из-за этого дефицита, конечно же, цены на нефть поползут до небес. Очевидно, ну, это нужно понимать, что да, Россия остается пока еще одним из крупнейших поставщиков нефти в мире, и это очень сильно ударит по рынку. Да, это неизбежно ударит по самой России, но в то же время это ударит по рынку. Ну, понимая, кто такой Путин, мы понимаем, что он пойдет на все, что угодно. Соответственно, они как бы пытаются осторожничать. Они пытаются осторожничать, где-то найти такой вариант, чтобы и по России немножко ударить, и себе как бы больно, чтобы не сильно было. Но тут нужно понимать, что Путин уже заявил, что планы Запада ввести ограничения цен на российскую нефть будет иметь серьезные последствия для энергетического рынка. То есть в любом случае Кремль будет мстить. Поэтому 65 или 30 долларов, ну, на конечное поведение Кремля это не повлияет. С другой стороны, целый ряд экспертов уверяют, что такие заявления Кремля о том, что вот мы прекратим вообще поставки, это похоже на блеф. Почему так? Потому что вот эта предельная максимальная цена, она еще и значительно усложнит российским клиентам, таким как Китай и Индия, усложнит процесс импорта миллионов баррелей в день из России. Почему? Потому что большинство страховщиков, которые покрывают транспортировку сырой нефти и в Китай, и в Индию, они расположены либо в Европе, либо в Великобритании. И здесь как раз и кроется огромнейшая опасность для Кремля. Услуги по доставке и страхованию могут представляться танкером, транспортирующим российскую нефть, только при условии, что она покупается по цене, установленной западными странами или ниже, но ни в коем случае не выше. То есть, если Китай или Индия согласятся покупать у России нефть дороже этой цены, то им придется искать других партнеров для доставки. То есть, западные страны с ними сотрудничать в этом вопросе не будут. И вот здесь как раз и кроется тот самый ключевой вопрос. Какая будет цена? 65-70 или 30-40? Если это будет 30-40 или рядом с этим, ну тогда и Китаю, и Индии станет тоже неудобно покупать у России эту нефть. И тогда это будет огромный-огромный удар по России, потому что у нее заберут нефть и доллары, а для них это самое-самое болезненное. Вот. Посмотрим, к чему придут. Обещают, кстати, уже вот на этой неделе, вот которая с понедельника начинается, наконец-то уже объявить ту самую максимальную цену. Посмотрим, что выиграет. Все-таки справедливость или такой какой-то, знаете, прагматизм на уровне, извините, идиотизма. Посмотрим. Так, друзья, 12 тысяч, чуть больше зрителей смотрит, и 2800 лайков. Кто лайк еще не поставил, поставьте, пожалуйста, лайк этому стриму. Я вам буду, конечно, сильно благодарен за это. И призываю вас, подпишитесь на мой личный YouTube-канал, называется он Алексей Печи, ссылка на него в названии к этому стриму. А синеньким написано Алексей Печи, нажимайте, приходите, подписывайтесь, там мы с вами тоже увидимся. Что ж, на цьому буду дякувати за те, что вы долучилися сьогодні до этого стриму. Дякую за ваше критичное мнение. Ну и, друзья, верьте в Украину, верьте в ЗСУ, помогайте один одному и нашим защитникам, и тогда разом мы точно победим. Слава Украине! Побачимось! Спасибо. Спасибо. Спасибо.